Девушки отдыхают Сейчас вот эти и другие вопросы мы зададим директору гимназии номер 47 Елене Крюковой Она уже в нашей студии, мы готовы ее встречать Елена Михайловна, доброе утро Рады вас приветствовать, присаживайтесь Чайку? Да, можно, пожалуйста Спасибо Елена Михайловна, так все-таки кнут или пряник? Вы знаете, я думаю, как истерий, и кнут, и пряник Потому что если только поощрение, то, или только наказание, результата нет А когда разумная мотивация, разумное стимулирование успехов И при этом ситуация постоянного контроля и конструктивный атлетиков, тогда результат Елена Михайловна, а вообще, как вы считаете, и за свою практику вы наверняка сталкивались с тем Что двоечник, это даже не скорее успеваемость, неуспеваемость, это характер Это вот действительно звание на всю жизнь? Нет, нет Нет, я вам больше скажу, что очень редко двоечники становятся неуспешными людьми Обычно, пройдя целый ряд барьеров борьбы за существование, в том числе в школе Они становятся состоятельными и предприимчивыми и в большей мере успешными, как бы это странно ни звучало Почему же тогда учителя все время пугают? Вот будешь плохо учиться, пойдешь улицы подметать Вы знаете, современные учителя сегодня честно уже не пугают этой ситуации Потому что иногда даже улицы подметать, знаешь, выгоднее Давайте про электронный дневник поговорим Что это такое? Я так понимаю, что это ведь не гаджет какой-то Нет, нет, в нашей гимназии уже несколько лет существует такая практика Это возможность открыть пространство очень быстро, ежедневно Когда электронный журнал заполняет педагог И родитель, если ежедневно смотрит, выходя через пароль на электронный журнал То очень своевременно и очень быстро получает информацию Потому что ранее, в лучшем случае, к концу недели Вставлялись оценки в журнал, в дневник ребенка Ну и родитель как-то в течение недели, может, к концу или к концу двух недель Мог как-то быстро реагировать Сегодня, если учитель своевременно заполняет журнал электронный А родитель своевременно его смотрит Это очень быстрая возможность оказать ребенку помощь Это относится и к младшей школе, и к старшей Да, да, в нашем образовательном учреждении в этом году Это и начальная, и средняя, и старшая школа Елена Михайловна, вот у меня два вопроса возникло по поводу того, что вы сказали Во-первых, какой реакции вы ждете от родителей? Что значит, что родитель может своевременно отреагировать? Взять розги в руки? Нет, вы знаете, сегодня очень важный такой принцип родительской помощи Это контроль Если родитель своевременно увидел проблему и со своей стороны То привлечь помощь для ребенка, ну, с разных сторон Не затянуть какую-то программу, не затянуть какой-то предмет Вот это вот очень важно То есть сразу обратить внимание Конечно, порой, когда родитель через месяц или к концу триместра начинает принимать силы Оказывается, иногда поздно, потому что объем материала, к сожалению, уже ушел А с другой стороны, вот наша соведущая Юлия Курочкина уже говорила о том Что многие учителя, в возрасте учителя, они не справляются вот с этой интернет-нагрузкой Если выставить еще в обычный журнал Вы знаете, скажу честно, есть такая проблема, потому что это непросто И в прошлом году, когда в гимназии был и бумажный журнал, и электронный журнал Это была двойная нагрузка Когда в этом году все нормативные документы, мы ввели только электронный журнал с их архивированием Это реальные вещи, нет никаких... это не только у нас То тогда процесс пошел быстрее Но бумажные дневники-то, по крайней мере, остались Бумажные дневники остались, и педагоги по-прежнему пишут Умничка, молодец, или наоборот, не принес тетрадь В том-то и дело, в электронном дневнике же такой эмоции не передашь Вы знаете, я согласна, что дневник это некое такое эмоциональное средство общения Но порой, когда посмотришь дневник любого ребенка, к сожалению, больше видишь негативных эмоциональных эффектов от того же педагога, чем позитивных Поэтому, ну, сколько они прожат, эти дневники, в таком рабочем варианте, трудно сказать Потому что все равно сегодня дети и родители идут на некое открытое пространство эмоциональное Напоследок, ваш все-таки рецепт, как перевоспитать двоечника Вы знаете, вообще перевоспитать двоечника очень сложно Я бы пошла другим путем Не создать со стороны школы и родителей такой ситуации и только индивидуальный подход Ну, а потом, скажу честно, хороший педагог с большой буквы никогда не отступится от двоечника Он до последнего будет биться, даже если не нужно ребенку, не нужно родителю, он будет биться до конца Ну, вот поэтому, наверное, сегодня двоечник – это нечасто встречающее явление ни в нашем образовательном учреждении Ни в ряде учреждения вокруг Спасибо большое Елена Крюкова, директор Екатеринбургской гимназии номер 47 Рассказывала нам, как, собственно, влиять на двоечников Ну, а наша программа продолжается Давайте прямо сейчас посмотрим, какие журналисты вырастают из таких отличников и отличниц, как наша коллега Дарья Быченкова Вторим, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...